130 миллионов рублей потратили Амурские коммунальные системы, чтобы подготовить Благовещенск к зиме. На эти деньги капитально отремонтировали 12 котельных, обновили два водозабора, 8 тепловых насосных станций и 50 километров теплосетей. Что касается электросетей, специалисты заменили больше 25,5 километров линии электропередачи. По водоснабжению отремонтировали около 260 канализационных колодцев, заменили больше полутора километров водопроводных и канализационных труб. Топливом Благовещенск обеспечен. Коммунальщики закупили больше 5000 тонн мазута и 25,5 тысяч тонн угля. Еще почти 5000 тонн твердого топлива в ближайшее время прибудет из Красноярска. Мазутного топлива мы создали практически больше 200%. Это нам позволило нормально войти в отопительный сезон и дальше идти без сбоев на мазутных котельных. На угольных котельных создан нормативный запас топлива. Уголь продолжает у нас поступать согласно графиков. В зиму город вошел с огромными долгами. По информации Дальневосточной энергетической компании, за свет благовещенские потребители задолжали 300 миллионов рублей. Сумма задолженности населения управляющих компаний, предприятий и организаций за тепловодоснабжение и водоотведение примерно 1 миллиард 270 миллионов рублей. Это на 40 миллионов больше, чем в прошлом году. Это не влияет на закупку топлива и подготовку к началу топительного сезона. То есть паспорт готовности мы получили, вовремя запустились. То есть материалы топлива закуплены на складах, там заработная плата, налоги выплачивают своевременно. Благодаря чему? К сожалению, долг наших потребителей мы вынуждены перекредитовывать. И миллиард с тонн сегодня у нас находится в кредитах, банках, заемных средствах. По инвестпрограмме АКС коммунальщики планируют построить и закольцевать водопроводные сети в районе хлопкопредельной фабрики. На это потратят 11 миллионов рублей. Еще 70 миллионов пойдут на строительство канализационного коллектора и водопроводных сетей в Маховой паде. Кроме того, на Амурском водозаборе установят новую электролизную установку по очистке воды, чтобы уйти от использования хлора. Вода из кранов в Благовещенске станет безопаснее уже в конце этого года. Василина Садовенко, Иван Миночев, Альфа-Новости.